Вопрос освобождения одесского моряка Андрея Новичкова в ближайшее время будет решен. По данному делу народный депутат Украины Сергей Кивалов встретился с президентом страны Петром Порошенко. Глава государства пообещал взять вопрос под личный контроль и в скором времени подписать соответствующие документы. Между правительством Украины и Ирана прошло уже два круглых стола. Оба по поводу обмена нашего гражданина на иранца Али Джадуэля. В Харькове его приговорили к 11 годам лишения свободы за шпионаж. Все документы об отмене уже находятся в аппарате президента, который должен их подписать. Обратившись к своему депутату Сергею Васильевичу Кивалову, я имею полную поддержку на протяжении всего года в его внимательном отношении и контроле данного вопроса. Приведу последний пример. Вчера, 25 числа, согласно моему обращению, Сергей Васильевич Кивалов был на личном приеме у президента Порошенко Петра Алексеевича. Он ему объяснил ситуацию необходимости возвращения Новичкова. И президент Петр Алексеевич пообещал, что в ближайшее время эти документы будут подписаны и решен вопрос. Одессит Андрей Новичков уже больше года не может вернуться домой. По этому делу Сергей Кивалов дважды встречался с чрезвычайным и полномоченным послом Исламской Республики Иран в Украине, Мохаммедом, Бехешти, Монфоредом. А также направил ряд депутатских запросов в Министерство иностранных дел и в Генпрокуратуру с требованием как можно скорее освободить и вернуть на родину Новичкова. С такими же призывами к украинским властям и дипломатам одесситы ранее выходили на флешмоб. Студенты Юракадемии проводили благотворительный киновечер и множество других акций. Отметим, что 28 октября в 11 часов в Парке Победы со стороны площади 10 апреля пройдет очередной флешмоб в поддержку Андрея Новичкова. Мероприятие инициировали активисты молодежной платформы «Будущее». Также участие примут курсанты морского училища Юракадемии, студенты одесских вузов и просто неравнодушные горожане. Кроме того, в настоящее время на сайте президента зарегистрирована еще одна электронная петиция в защиту Андрея Новичкова, которую могут подписать все граждане. Всего необходимо собрать 25 тысяч подписей.